В водоканале пояснили, что причиной появления специфичного рыбного запаха холодной воды явилось соединение органических веществ природного происхождения вследствие разложения водорослей планктона с окислителем, гипохлоритом натрия, который используется на Укской очистной водопроводной насосной станции. За период с 20 по 26 января этого года в диспетчерскую службу предприятия было 379 обращений на запах питьевой воды. На сегодняшний день есть единичные жалобы в количестве трех жалоб, но это конечные пункты распределительной сети, то есть необходимо еще время, чтобы обменялась вода в трубопроводах. С проблемой водоканали решили справиться следующим образом. На очистных водопроводных станциях стали чаще промывать фильтры, а также увеличили дозы реагентов для очистки воды, но не только. Были увеличены объемы подаваемой воды с артезианских источников водоснабжения, была увеличена периодичность контроля качества питьевой воды, и непосредственно принимались меры уже на то, чтобы забор воды производить с другого источника, с русла оки, от заборных устройств нефтепрорабатывающего завода. Лаборатория водоканала продолжает отбор проб воды на анализ и ее проверку по 45 показателям. Кроме этого, специалисты ведомства сообщили о неприятном запахе воды в Роспотребнадзор, где также была проведена проверка. Начальник химико-бактериологической лаборатории водоканала Наталья Антипова рассказала, что причиной запаха воды стали сезонные особенности оки и аномальная погода. Вода до сих пор не замерзла, отмирание водорослей не произошло. Помимо этого, уровень воды в океан на 2,5 метра ниже нулевой отметки. По всей видимости, донные отложения могли попасть на водозабор. 20-го числа лаборатория приступила к расширенным исследованиям качества воды. Превышение допустимых концентраций по химическим показателям и микробиологическим показателям в течение 20-26 числа выявлено не было. И питьевая вода, которая подавалась потребителям, не могла оказать влияние на здоровье людей, употребляющих эту воду. Ситуация на данный момент такова, что в Рязани может потребоваться строительство нового водозабора. Дело в том, что проблемы с водозабором в Дядьковском затоне начались уже с 2010 года, после лесных пожаров. Снижение уровня воды в океан также стало влиять на качество воды. На нашем предприятии создана рабочая группа, которая должна определить и выявить причины появления этого запаха неприятного, а также предусмотреть мероприятия, которые необходимо выполнить по исключению дальнейших повторов. Среди возможных вариантов рассматриваются очистка старого водозабора в Дядькове, установка системы очистки воды от запаха, а также строительство нового водозабора. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».